Два года в Египте. Анна, как вы себя чувствуете в колыбели цивилизации? Когда я ехала в Египет, я не думала, что я останусь здесь жить. Но так сложилось, что вот я теперь тут живу. И хочу сказать, что мои ощущения, мои впечатления от жизни в Египте очень хорошие. Но перед тем, как переехать, жить сюда, я тут была порядка 20 раз. И несколько раз приезжала, еще жила по несколько месяцев. Поэтому у меня впечатление уже было о Египте. Я очень люблю Египет. Я занимаюсь тем, что показываю людям, что Египет, он разный. У нас почему-то такие стереотипы, что это грязно, бедно, верблюды, бедуины, пальмы. На самом деле это не так. Египет удивительная страна. Я не понимаю вообще, как в одной стране может быть собрано столько вообще интереснейших, уникальнейших мест. Ну, вот об этом я могу вообще часами говорить. Но мы об этом поговорим в следующий раз. А сейчас я расскажу вот об обычной жизни. О том, как я тут живу. Конечно, мне в Египте нравится жить. Ну, это солнце круглый год, это море красное, которое я просто обожаю. Это всегда свежие фрукты, овощи. Они разные в разном сезоне, но всегда есть что-то очень вкусное. Сейчас, например, сезон манго, и можно объедаться просто манго. Это очень здорово. В общем, в жизни Египти, в Египте много есть плюсов. Конечно, есть минусы. Конечно, где их нет, везде есть свои приколы, везде есть свои тараканы. Вот, но о них надо знать. Ну, действительно, тут на улицах много мусора. К этому сложно привыкнуть, но можно на это закрыть глаза, потому что много других плюсов. Но хочу сказать, что Египет вообще меняется в лучшую сторону. И уже не так много мусора. И убирают, и строят новые дороги, благоустраивают. И Хургада за эти два года прям очень сильно изменилась. Очень сильно изменилась в лучшую сторону. Вот египтяне говорят, Каир – мать всех городов мира. Это верно? Каир – просто удивительный город. Вы знаете, я раньше, когда много раз ездила в Каир, но в основном я ездила с туристами по дороге, которая ведет в Гизу к пирамидам. А там, так мягко скажем, не очень красиво. И я смотрела и думала, наверное, Каир – последний город, где я хотела бы жить. Он такой какой-то страшный, пыльный, грязный, ну, некрасиво. До тех пор, пока я не попала в другие районы Каира. Но, чтобы вы понимали, в Каире живет порядка 30 миллионов человек. И это одна четвертая часть всего населения Египта. Людей там очень много. И Каир такой разный. Да, есть, конечно, районы такие страшненькие, а есть районы просто шикарные. Новый Каир, Нью Каиро, там просто великолепно. Вот я надеюсь, что вы когда-нибудь приедете в Каир и посмотрите эти районы. А еще рядом с Каиром, сейчас за 30 километров, строится новая столица, называется Нью Кэпитал. Вот там просто проект грандиозный. Он построен сейчас, наверное, приблизительно на 30%. Там строятся административные здания, посольства, министерства, жилье там тоже строится, люди там будут жить. Там очень большой новый город. И вы знаете, я была поражена, когда я туда приехала, что там уже построено. Там построен огромный, красивый оперный театр. Так что Каир, он очень разный. И, ну, конечно, это пирамиды, это множество других достопримечательностей, множество музеев, красивых мечетей, копских церквей. Но в Каире очень-очень много всего, что надо увидеть, что стоит посмотреть. Каир действительно прекрасен. Ну и, конечно, это не прогулка по Нилу в Каире, это что-то просто необыкновенное. Следующий вопрос. Чему хорошему, полезному можно научиться у египтянок? У египтянок, нашим женщинам, есть чему поучиться. Ну, во-первых, это умение любить себя. Египтянка никогда, никуда не спешит. Она делает все свои дела. Неспешно, спокойно, плавно, даже при бешеном ритме на дорогах, когда машины несутся и, кажется, сейчас тебя собьют, они идут никуда не спеша, даже не поворачивают голову в сторону машин. И пусть весь мир подождет. Вы знаете, я наблюдала такую картину, я уже не помню, в каком-то мы были там заведении, извините, в дамской комнате. И я видела, как девушки, женщины, египтянки приводят себя в порядок. А, это было в торговом центре. Кажется, ну, торговый центр, все спешат, куда-то летят. И как они не спеша, они же покрытые у них на голове платок, не спеша укладывают этот платок, не спеша закалывают его, смотрят долго на себя в зеркало, потом еще что-то поправляют. Вы знаете, это целый ритуал. Мне это так понравилось, я подумала, вот нам надо поучиться. Мы все время бежим куда-то, спешим, быстрее, быстрее, быстрее. Нет, Восток дело тонкое. Не надо никуда спешить. Надо любить себя и надо о себе заботиться. Вот этому нам надо очень поучиться у египтянок. А теперь наоборот, чему не мешало бы поучиться мужчинам-европейцам у египтян? Я думаю, что европейским мужчинам очень надо поучиться у египтян отношению к женщине, как к женщине. Вот почему сюда едут женщины массово? Потому что они себя тут ощущают женственной, красивой. В каком бы возрасте она ни была, как бы она ни выглядела, она всегда тут получает внимание. И мужчины, ну мы говорим о хороших мужчинах, о воспитанных мужчинах. Потому что в Египте, вот если мужчины воспитываются в хороших семейных традициях, у них очень уважительное отношение к женщине. Они женщину уважают, они никогда не будут там с ней спорить, там как-то там плохо говорить или что-то. Вот это отношение чувствуется. Оно, он может даже ничего не говорить, но оно вот витает в воздухе. И поэтому женщина расцветает. Женщина чувствует себя красивой, нежной, женственной. Вот нашим мужчинам надо этому поучиться. Потому что как-то у нас это потерялось. И отношение к женщине, ну есть и есть, женщина и женщина. Вот для женщины важно. Важно почувствовать себя красивой. Наши женщины, прилетая в эту страну, очень сильно меняются. Как ты думаешь, от чего это? Виктория, вообще очень интересный вопрос такой. Я все время над этим думаю. Ну, извиняюсь, что я так скажу, но вот мое мнение такое. Я никогда не видела такой концентрации каких-то, мягко говоря, странных женщин. Я не знаю, что тут с ними случается, но очень много женщин тут себя ведут вообще просто непонятно как. Нет, конечно, очень много женщин, которые остаются такие же, как прилетели. Они прилетают к солнцу, к морю, в прекрасную страну. Но очень многие женщины начинают тут, у них, я не знаю, сносят крышу. Они начинают там гулять по-всякому, развлекаться, выпивать. Хотя тут с алкоголем очень тяжело. Страна мусульманская, свободной продажи алкоголя нет. Но, тем не менее, они находят. Вот, поэтому я не знаю, что случается. Или такой вот воздух здесь, пропитанный солнцем, морем, любовью. Вот, или горячие восточные мужчины. Ну, в общем, ты же сама знаешь, рассказываешь на своем канале много всяких историй. Вот, ну, не всегда они хорошие. Я тоже рассказывала истории, не всегда хорошие. Ну, вот как-то так складывается на то, что тут много таких женщин, я не знаю, которые ищут каких-то приключений, наверное. Вообще, много женщин сюда приезжают после каких-то своих сложных периодов в жизни. Когда у них какие-то разочарования там в личной жизни бывают. Правда, знаю очень много таких женщин. И тут земля, удивительная земля Египта, она дает силы. Правда, она дает силы, она лечит, она восстанавливает. Вот, поэтому, вот, когда говорят, что Египет сильная земля, да, это действительно так. Могу это подтвердить. Здесь очень много так называемых вообще мест силы. Ну, и не зря отсюда такая древнейшая цивилизация произошла. Поэтому египетская земля очень-очень сильная. Анна, как вам работает с египтянами? Хороший вопрос. Тема очень хорошая. С египтянами вообще работать непросто. Но мне работать хорошо. Я умею выбирать коллег, я умею выбирать партнеров, с которыми я работаю. Не сразу у меня это получилось. Я уже так давно занимаюсь, давно тут работаю в туризме. Но сейчас я могу сказать, что, наверное, это самый лучший мой партнер, с которым я когда-то работала. И вообще все мои коллеги замечательные. Вообще египтяне очень хорошие. Они добрые, они открытые, они всегда готовы помочь. Поэтому мне, мне работается хорошо, просто прекрасно. Но вообще тут есть такие моменты, потому что египтяне часто бывают непунктуальны. И если мы договариваемся на встречу, например, на 7 вечера, хорошо, если они придут в 8. Это большая удача. Ну, конечно, тяжело, когда бизнес, это тяжело. В обычной жизни можно с этим как-то смириться. Когда это рабочие договоренности, это не очень приятно. Вопрос о недвижимости. Планируете ли вы приобрести здесь недвижимость в будущем? Конечно, я хочу приобрести тут недвижимость. Сейчас я арендую квартиру, живу в арендной квартире. Но хочется, конечно, хочется свою квартиру, чтобы все там обустроить так, как я хочу. И я надеюсь, что это будет. Я хотела бы даже не одну квартиру купить. Потому что выгодно купить еще несколько квартир и их сдавать. Это всегда пользуется спросом. Жилье тут достаточно недорогое. Можно там незабешенные деньги купить хорошее жилье и потом сдавать его в аренду. Можно посудочно сдавать, можно на долгий срок сдавать. То есть это такое хорошее вложение. Всегда люди хотят приехать к морю. Климат тут хороший. Круглый год можно отдыхать. Поэтому это прекрасная вообще возможность еще и зарабатывать. Ну вот Виктория занимается продажей тоже недвижимости. И как только у меня будет возможность, обязательно к ней обращусь. А, у нее еще такая есть фишка. Кстати, ее первый раз такое услышала. Не слышала от других, что она еще возвращает кэшбэк. То есть какие-то деньги, которые вы вложили в покупку недвижимости, вы еще получите обратно. Это вообще очень классно. Тут многие еще делают так, что они покупают недвижимость, ее сдают. Потом эти деньги там копят и покупают следующую квартиру. Опять сдают, покупают еще одну. Есть случаи, когда тут у людей вообще десятки квартир, которые вот таким образом они приобрели. Анна, советы от вас, желающим приехать жить в Египет. Но хочу вам сказать вот что. Вот многие насмотрятся видео блогеров, которые живут тут, только приехали и рассказывают. Вау, как классно, супер, все хорошо, все дешево, замечательно. Нет, надо понимать, что не все так радужно. Жизнь тут очень сильно отличается от той жизни, к которой вы привыкли. И кто-то это принимает, кто-то не принимает. Поэтому вот если вы планируете приехать сюда жить, купить тут жилье, сначала приедьте. На некоторое время поживите и посмотрите, подходит вам это или не подходит. Если подходит, все окей, замечательно, можно жить. Если есть какие-то моменты, с которыми вы не можете смириться, которые вам категорически не нравятся, но не надо этого делать, потому что я всегда с удивлением. Люди тут живут, там есть у них жилье, они говорят, ой, как все плохо, как ужасно. Вообще тут плохо жить, все плохо, египтяне плохие, Египет плохой. У меня сразу возникает вопрос, зачем вы тут живете? Для чего, если все так плохо, ну зачем жить и мучиться? Не надо. Поэтому, если вы хотите жить счастливо, быть всем довольными, приедьте, сначала посмотрите, подходит вам или не подходит. И если все подходит, знаете, я каждый день Бога благодарю за то, что я живу в раю. Реально, для меня Египет это рай. Очень часто женщины спрашивают, не только спрашивают, просят помочь, говорят, что вот, я там переписываюсь, или я встречаюсь с египтянином, вот, я хочу выйти замуж, я хочу приехать, помогите. Было несколько раз такое, что когда я ехала, там, я с собой, мы ехали вместе. Вот, но я всегда стараюсь помочь. Но я хочу сказать вам, дорогие женщины, пожалуйста, не спешите, присмотритесь, дольше пообщайтесь. У нас очень разный менталитет, очень разный менталитет. И очень важно друг друга понять. И вы должны понять то, что, то, что хорошо для нас, возможно, для них совершенно неприемлемо. И то, что для них хорошо, для нас может быть ужасно. Культура разная. Просто это надо понимать, да. Я понимаю, там, любовь, чувства, все, все это, это все прекрасно. Но включайте голову, не делайте бездумные поступки. И еще, я вас очень прошу, пожалуйста. Ну, у нас такая славянская душа, открытая. Мы всегда, там, душа нараспашку, готовы помочь, все, последнее отдать. Но не надо делать дорогих подарков. Не надо отправлять денег. Мужчина должен быть мужчиной. Он сам должен обеспечивать свою женщину. И потом, они в своей стране, им тут есть кому обратиться и как это найти. Пожалуйста, я вас умоляю, потому что у меня столько случаев таких, что женщины там пересылают деньги. Все, я категорически против этого. Ну, и считаю, что это вообще совершенно неправильно. Поэтому я за любовь. Я очень рада, когда такие создаются пары, союзы, браки. Есть хорошие браки. Но много и случаев не очень хороших. Поэтому всегда включайте голову и думайте. Ну что, дорогие, если вы думаете, что Египет это только верблюды, пустыня, пирамиды, вы очень сильно ошибаетесь. Готовы увидеть другой Египет? Если готовы увидеть, какой Египет разный, пожалуйста, под этим видео есть телефон Виктории. Обращайтесь к ней, мы вам организуем такие поездки, которые вы не забудете. И эти воспоминания будут вас греть, когда вам будет холодно. Ну что ж, на сегодня все. Будем с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И напомню вам, что у меня вы можете приобрести экскурсии по всему Египту по очень низким ценам. Все координаты под видео. И пока-пока. До скорых встреч на берегу Красного моря.